Представляете, друзья, полтора часа длилось селекторное совещание Владимира Путина с так называемыми новоизбранными губернаторами, но знаю, что такое выборы, даже противно употреблять это слово, эту терминологию в этой ситуации, так вот полтора часа, что длилось совещание, нет, совещание чуть больше, два где-то с чем-то продлилось, так вот полтора часа из этого совещания губернаторы благодарили Путина, некоторые по пять раз, некоторые даже больше, это было подсчитано, вот такие вот дела. Здравствуйте, друзья, снова с вами я Захарыч Блаженный, после недели, недельного страйка, который мне влепили спустя там несколько часов после интервью с Дмитрием Демушкиным, вот. Самое интервью не тронули, формальным поводом стал какой-то мой неудачный ролик про COVID-19, что-то я там ляпнул и они вот это, а может и не ляпнул, я даже, я не буду спорить с Ютубом, это их платформа и я уважаю их решение и все такое. Просто, ну да ладно, об этом поговорим позже. Почему же губернаторы так рьяно благодарили Путина или того, кто за него и почему он так радостно принимал их поздравления, их благодарности за все? Спасибо вам за все. А сейчас поговорим об этом, дорогие друзья. Что ж, у нас в стране сейчас все сыпется, сыпется, простите меня за выражение, и я не буду выражаться как по полной программе. Начиная с того момента, как вот я снял ролик пару недель назад, как вот рабочие залепляли монтажной пеной сквозные практически дыры на балконах. И сверху шпаклевочкой замазывали, так что это выглядело, ну как-то удобоваримо, да, выглядит. Выглядят, да, как целые балконы, но в реальности это уже смертельно опасные для жизни ловушки. В американской армии их называют booby traps. Вот такие, как Джон Рэмбо в своих боевиках делал для своих врагов полицейских, потом вьетнамцев, а потом еще и советских спецназовцев, которых он чудом всех перебил. Но он крутой, ладно. Пускай почти как Путин, но Путин круче. Владимир Владимирович, или кто там за вас? Спасибо большое. Вот. Спасибо за то, что десятки магазинов в Москве закрыли, за то, что они обслуживали посетителей без масок. Прям закрыли магазины. Спасибо вам за то, что у вашего бывшего министра Абызова, прошу прощения, 70 различных компаний в Эстонии зарегистрировано на него. Понимаете, можно сказать, ай, какой плохой Абызов, а можно подумать о том, какие они все. Понимаете, Алексей Навальный в качестве оппозиционера сыграл очень важную роль. Его мощные расследования действительно мощные. Но теперь, вы знаете, даже если он выпустит еще десятка-два расследований про то, какие они все проворовавшиеся, да, я буду смотреть, я буду аплодировать каким-то моментом, но это уже не важно. Они все такие, понимаете? Все такие. И ими должны заниматься правоохранительные органы. Ну что ж, благодаря покушению на жизнь Навального теперь ими будут заниматься заграничные органы. Так же, как и Лукашенко и его кровавыми палачами. Вот. Начато расследование там в Евросоюзе и США и так далее. Вот. И, ну, честно сказать, и пускай, и слава Богу. Лишь бы эти санкции не душили простой народа, которые, санкции, которые будут непременно наложены, а душить будет простой народ. Почему? Потому что мы в заложниках. Мы в заложниках у охреневшей, извините за выражение, но я скажу это слово еще раз, у охреневшей банды палачей. Вот. Что ж, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд, друзья. Всю эту неделю я находился фактически без поддержки, с больной спиной. Хочу поблагодарить массажиста Игоря. Интересного человека со своеобразным складом ума и золотыми руками. Да, боль у меня в спине есть, постоянная, перманентная, но я даже могу уже в левой руке что-то иногда носить. Вот. Так что жизнь продолжается. Если у кого-то будет желание поддержать мой труд, друзья, данные вы найдете в описании к этому ролику. И еще. Вот за эту неделю я понял, что к страйку надо быть готовым, надо, как говорит Путин, диверсифицировать экономику, в моем случае не экономику, а средства донесения информации. Поэтому, друзья, я прошу всех и каждого из вас заглянуть в описании к этому ролику. Это, если вы с мобильного устройства смотрите, это такой треугольничек углом острым вниз. Нажмите, и у вас справа под экраном у вас откроется описание. И там будут разные ссылки. На второй ютуб-канал, на котором я выступал всю эту неделю, на тик-ток. Такая странная штука. И там, в принципе, только молодежь, филийные части. Девушки показывают, парни как-то изгаляются. Не очень-то там про оппозицию получается, но я пытался. Подпишитесь на него тоже. И на инстаграм подпишитесь. Пожалуйста. Важны все средства донесения информации, потому что в следующий раз я должен быть готов к такой ситуации. Вот. такие вот дела, друзья. Что ж, и, знаете, скажу вам, сейчас власти арестовали квартиру Алексея Навального. Ну, очевидно, за тот гигантский долг, который ему незаконным судилищем Рафистанским нарисовали. Что они делают? Ну, те, кто его отравил, не хотят, чтобы он возвращался. Ну, это же очевидно. И об этом я говорил с самого начала. Отравление Алексея Навального выводит его из игры. И даже не само отравление, а то, что его вывезли за границу. Сейчас власти Иерафистана, по примеру, батьки Лукашенко, кровавого куркуля Краташенко, ККК, они будут не впускать из-за границы. Ведь это их цель обезлюдить, выгнать как можно больше людей. Это вписывается в программу. И заселить сюда пришлых. Фиг знает откуда и фиг знает кого. Программа замены населения. Эти волны эмиграции из России, которые были огромные, волны в 2000-х годах, когда благодаря 11 сентября и последовавшим воинам американским цена на нефть подскочила. И вот это нефтяное чудо выгнало миллионы россиян, в основном москвичей, но россиян выгнало в эмиграцию. Вот так вот. Вы думаете, это все случайности? Оно случайно получилось. Это запланированная программа. Программа весьма серьезная и, как видится, действенная. Вот. И я об этом писал в своей книге Облачный мир. Эволюция. Технологии сознания. Длинное название. А еще там присутствует Homo Futurus на латинском. Что ж, пару слов о второй волне. 5000 компаний могут теперь отправлять своих сотрудников работать из дома. Такое решение вынес Сергей Собянин, мэр Москвы. Приплюсав к этому десятки магазинов, закрытых за то, что они без маски обслуживают покупателей, мы приходим к выводу, что вторая волна начата. Власть очень боится массовых волнений, связанных с недовольством. Очень боится. И поэтому они пытаются действовать максимально плавно. Но выбора у них нет. Как я уже говорил ранее в роликах. По целому ряду причин. В том числе по причине полной разрушенности экономики и всего остального. И они будут продолжать вторую волну, как им и предписано. Вот. Вторая волна уже идет в Израиле. И хочу сказать, что там были целый ряд недовольств. И прошли даже уличные протесты. Но вернемся к благодарности Путину. За что же даже 20 губернаторов выступить смогло только 12? Потому что они так долго благодарили Путина. А за что они так благодарили Путина и почему? Почему? Я вам отвечу почему. Из страха. Потому что есть такой человек Фургал. Сергей Фургал. Законно избранный губернатор Хабаровска. Хабаровского края. Человек, за которого вот уже, по-моему, больше 75 дней протесты идут в Хабаровске. Хабаровск полыхает. Вот. Фургала недавно показывали в суде. Люди увидели на фотографиях гематомы на его лице. Также говорят о том, что он малоадекватен. Его пичкают психотропными препаратами. Это очевидно. Его бьют. Его ломают. И, как я говорил уже две недели назад в ролике, а я слежу за всем этим, я вижу, несчастному Фургалу всерьез грозит смертельная опасность. Потому что кто там за него всерьез опасается вот его как претендента. Слушайте, они взяли в тюрьме, убили Максима Марцинкевича, который называл себя Тесаком. Ну, я не поддерживаю его методы насильственные и все такое. Но они взяли, запытали, убили человека. На его теле были найдены следы пыток. Я вот глянул, вот я фельдшер всего лишь по образованию медицинскому, там по первому. Но я глянул на его раны. Это не раны самоубийцы. Это не раны самоубийцы. Его убили однозначно совершенно. Вот. Уже много расследований вышло по этому поводу. О чем тут говорить? О несчастного Максима Марцинкевича самым зверским способом замордовали, убили в тюрьме. И мне видится картина, как они ему вскрыли вот эти раны и держали его за руки и за ноги. Он истекал кровью. А старший из убийц говорил ему, вздыхай. Вот так вот. Вот так. Мы живем в такой адовой реальности. Вот. И вот эти губернаторы выказывают покорность Путину полтора часа. Или ты хочешь кончить, как фургал. Или еще того хуже, да? Достаточно вспомнить этого бывшего губернатора Чуваши Игнатьева, который посмел подать в суд на Путина за увольнение и умер от COVID-19 в больнице. Не дома. В больнице. То есть на подконтрольной власти территории. Ну, вы понимаете, как умирают. А он был откормленный и здоровый мужичок, в принципе. Я вот, я не отрицаю существование инфекции. У меня и мама, и брат переболели. Но я вот шлендрую себе там по всяким канавам, по Лондонам, по отпеваниям Александра Литвиненко. И что-то еще жив. И не заболел COVID-19. А тут Игнатьев фигак и дал дубаря. Вообще, губернатор такая опасная, походу, должность расстрельная. Я очень надеюсь, что фургала они не убьют. И вспоминается мне сказка, написанная прекрасным советским и российским писателем-фантастом Киром Булычевым. Он же Можейка. Царство ему небесное. И вот он в одном из приключений Алисы, вот этой гости из будущего. Алиса, верни милофон. Алиса, возьми трубку. И вот он описал в одном из приключений, как Алиса попала с друзьями на одну планету, почти безжизненную. Там маленькая колония людей, не землян, а с другой планеты. Но это же в будущем дело. И их возглавляет некий вечный принц. Все ходят в масках. Все ходят в масках. На масках нарисованы улыбки. Человек может взахлеб рыдать от того, что его близких запытали, но он рыдает под маской. А маска улыбается. Что мы видим сейчас? Мир масок. А далее оказалось, что этот вечный принц, который называет себя наследником какой-то богатой планеты, откуда его изгнали злобные восставшие, оказывается, что он, артист, подменявший того самого настоящего наследного принца, участвовал в его убийстве, заменил его, собственную мать его убил в итоге, и т.д. И поэтому я говорю, кто там за него. Не потому что я такой любитель прям сказок фантастических, а потому что уж больно эта сказка срисована с реальности. Название не помню. Если вспомню, напишу в описании. И в описании я обязательно напишу номер телефона, помимо кучи всякой другой информации, номер телефона напишу массажиста Игоря. Человек, который бескорыстно, мне действительно помогает, боль уменьшается. Берет он недорого, он действительно мне помогает, и я полагаю, и многим другим он поможет. И если у вас болит спина, я вам искренне сочувствую, и вот обратитесь, может быть, он вам поможет. Вреда он мне не принес, пользу принес. Вот, готовьтесь, вторая волна идет. Сейчас они пока разрешили 5000 компаний, а это, я полагаю, практически весь бизнес российский, и московский разрешили пока, чтобы сотрудники работали по домам. Сейчас еще пара-тройка дней, они закрутят гайки, будут заставлять. Понимаете? Вторая волна неотвратимо идет, готовьтесь. Что ж, друзья, такие вот дела Навального они не будут, конечно, пускать на родину. И они, поймите, главное, ну, не главное, это очень важная деталь. Вот эти вот дела, которые происходят в Белоруссии, вот эти разгоны людей, вот это все, это не могло бы происходить без покровительства Москвы. Или жестоко обманутые, или купленные, откровенные негодяи, те из оппозиции, кто продолжает поддерживать Александра Лукашенко, ссылаясь якобы на то, что он там социалку сохранил и прочее. Это мое мнение. Вы путинцы, те, кто это говорит. Вольно или невольно, но вы путинцы. Он диктатор, кровавый, страшный. Там вторая волна будет тоже, в отличие от первой настоящей. Они будут всех вакцинировать, и веселье продолжается. Вместе с тем я не отрицаю существование этой заразы. Я не считаю ее такой смертоносной. Но остерегайтесь, люди. На определенный тип людей она действует действительно сильно. Напоследок, да, еще раз повторюсь, подписывайтесь, друзья. Заходите в описании к этому ролику. Я в других буду оставлять. Надо диверсифицироваться, чтобы, если где-то кто-то цензурирует, чтобы все равно мог говорить. Подписывайтесь на все каналы, которые будут выложены под этим роликом, друзья. Если вы меня поддерживаете, а если у вас есть возможность и желание поддержать мой труд материально, данные вы также найдете в описании к этому ролику. Я в этом нуждаюсь. Недельный страйк, и вот моя болезнь. Меня вообще выбили из колеи. Раньше вот до болезни в спине я мог хотя бы, хоть физически трудиться как-то и так далее. Сейчас я вот с трудом передвигаюсь, но передвигаюсь. И посмотрите на резервный, он же англоязычный канал Fair News in Russia. Вы увидите там около десятка роликов, снятых за время страйка моего. Я шел на интервью к Дмитрию Демушкину, ощущая, понимая, что мне за это прилетит. Ну как бы формально не за это мне прилетело, но я, мы-то понимаем, ну я-то понимаю точно. 2 плюс 2 складывать я научился. За что прилетело, но я не жалею. Потому что, ну как бы, посмотрите англоязычный канал, я там длинно объясняю в первом же ролике после страйка, почему я не жалею. Я решил, что необходимо дать Дмитрию голос, возможность выступить. И у него тоже есть, он начал свой ютуб-канал. Если он вам симпатичен, Дмитрий, подписывайтесь на него. Я не считаю его фашистом и нацистом. Националист, да. Но, знаете, японцы все дикие националисты. Корейцы, националисты такие, что, ого-го, поверьте, я сталкивался. Вот, не нацисты, не националисты. Причем иногда переходящие в нацизм даже. Вот. Армяне националисты. Они приверженцы своей нации, своей страны, своей родины. Это нормально, понимаете? Быть националистом, если ты не желаешь там враждебных, негативных действий к другим народам, а просто хочешь преуспевание и благоденствие своему, то это нормально быть националистом. Это хорошо. И, друзья мои, в этом случае я тоже русский националист. Да, я на четверть евреи, но я русский националист. Потому что я частично принадлежу и роду Анинковых, и генералы русские были в моем роду, и чуваши прекрасные в моем роду. Русский, на мой взгляд, это тот, кто несет в себе культурно-духовную русскую матрицу. Это главное. А не то, какие коктейли из крови в ком болтыхаются, и, поверьте мне, во всех нас намешано. Чистокровных почти нет, и омерзительно, на мой взгляд, смотреть по чистоте крови, кто там какой. Главное, что в душеньке. Да, напоследок, Ольга, огромное вам спасибо за кофту, и все остальное. Кофта просто великолепная. Вот я в нее врос. Вот, прекрасная зрительница Ольга подарила мне кофту. Я сижу довольный, тепло, хорошо. Спина болит, но я привык. Вот. Друзья, на самом деле, напоследок, и это самое важное, скажу тем из вас, кто дослушал, полтора часа благодарности Путину. Или кто там за него. Вот это вот то, что они делают с фургалом. Отравление и фактическое выдворение из страны Алексея Навального. Это говорит сразу о нескольких вещах. Главное, власть, кто там за него, кончается. Они готовят смену декораций под ужасающий грохот и, вероятно, чудовищные трагические события, которые они сами и готовят нам все это время. Пробуждайтесь, друзья мои. Перемены идут неотвратимо. И надо жить так, чтобы перемены шли не по их сценарию. Понимаете? Избегайте межнациональной розни, ибо это то, во что они хотят втянуть нас. Избегайте беззакония и несправедливости, ибо придет время, и ответят все эти палачи-каратели, которые запятнали себя кровью и страданиями, присваиванием кровавых денег. Они все-все, и чиновники, и все-все будут отвечать. И время приближается неотвратимо. Либо это будет суд своего народа, либо это будет суд истории, то есть других народов. Но он будет, и он будет беспощаден. И, добавлю, все наворованное у варья будет отобрано или другими государствами, или будущим правительством свободной Святой Руси, как я верю. Знаете, всякое действие в этом мире – это выброс энергии. Ну, все же из школьного курса физики знают про закон сохранения энергии. Так вот он есть, он универсален, он бесспорен, это данность. И если убийца бахвалится и говорит, я убил 100 человек, и я спокойно сплю, не верьте. Не верьте. И даже если у него какое-то временное спокойствие есть, оно пройдет. Энергия убийства вернется к нему, к его детям, к его внукам, к правнукам. Знаете, проклинают до седьмого колена, до двадцать третьего колена. Это все действует. Это страшно. И это действует. И это действует не просто так. Это действует, потому что так оно и есть. Энергия возвращается. Отпусти, сделай добро и отпусти его в мир. А потом, спустя какое-то время, на каком-то витке, это добро обязательно вернется к тебе и погладит тебя своим пушистым хвостиком. Вот. Сделай зло, получишь его обратно. И все, кто сейчас творит зло в это время, а это волшебное время срывания масок, маски срываются прям сами по себе. Все, кто делает зло, будут за него отвечать со всей неизбежностью. Что ж, простите за длинный ролик. Очень по вам всем соскучился, друзья. Надо было мне выговориться. Подписывайтесь, друзья, и на основной канал, пожалуйста, и на каналы поддержки, диверсификации, которые вы найдете в описании к этому ролику. Ставьте лайки, пишите комментарии. И если у вас будет такое желание и возможность, поддержите мой труд. Я в этом нуждаюсь. Неделю я провел в такой изоляции. Ну, надо было мне, конечно, больше заниматься развитием дублирующего канала и диверсифицироваться раньше. Ну, я как-то привык к тому, что YouTube... Да, YouTube мне грозил пару раз пальчиком. Но в целом вот такого еще никогда не было. На неделю меня заткнули. Но я все равно очень рад, что сделал интервью с Дмитрием Демушкиным. И, ну, я буду вести себя аккуратнее, конечно. Я хочу иметь возможность говорить и вещать для вас, дорогие друзья. Перемены уже стучатся в нашу дверь. И напоследок, когда-то мне показалось, что Собянин из всей этой группировки самый такой гуманный относительно чувачок. Ну, такой персонаж. Не чудовище. Я забираю это мнение обратно. Он идет к нам со второй волной. Неотвратимо. Пять тысяч компаний им разрешено и даже рекомендовано отправлять сотрудников работать из дома. Это только начало. Скорые рекомендации превратятся в требования. Что ж, а я пойду потихоньку домой выкладывать ролик. Пойду я аккуратно, потому что был проведен ремонт ступенек у нас. И ремонт был проведен при помощи гипсом. Это впервые в истории человечества, я полагаю, делают ступеньки из гипса. И не для скульптурной инсталляции, а чтобы по ним люди ходили. Слава Путину за все. Шучу, конечно. Доброго дня, друзья. Помогай нам Бог. Скоро этот кошмар закончится. И мы с вами должны сделать все, чтобы на смену ему не пришел новый. Продолжение следует...